Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Я для вас уже снимал видео-обзор, который назывался «Лучший дисплей в размере 5 дюймов на MTK6592». Сейчас задался целью хотя бы приблизительно определиться с лидером в большой категории. Это 5,5-6 дюймов. Перед вами лежит 4 модели Lenovo S939, Zoppo 990+, Zoppo 998. Самый маленький в этой категории, он 5,5 дюймов. И THL T200. Еще можно было бы положить рядышком модель T200C. Однако я уже тоже снимал для вас видео-обзор сравнения этой модели и T200C. Я там показывал наглядно, что отличие не только в разрешении дисплея, но и в бюджетности матрицы, то есть углы обзора, там немножко не то. Эти модели, в принципе, считаю лучшими в больших размерах. Сразу же покажу вам, что уровень яркости на этих смартфонах стоит идентичный. Здесь максимальный. Здесь уровень яркости максимальный. Здесь и здесь. Хочу заметить, что по яркости модели, в принципе, идентичны. Экраны примерно одинаковые. То есть в плане яркости Lenovo S939 проигрывает по разрешению. Здесь HD разрешение. Во всех остальных трех моделях это разрешение у нас Full HD. Давайте посмотрим одинаковые картинки на этих смартфонах. Что оно как у нас будет отображаться. Очень сложно определить лидера, смартфон, который мне нравится больше. Потому что действительно экраны у этих моделей очень крутые. Практически у каждого экрана действительно очень классный. Первое, что хочу вам показать. Сейчас выставлю одинаковую картинку. Они все очень яркие. Они все с хорошими углами обзора. Они все с хорошей матрицей. Однако. Lenovo S939. Это модель, которая имеет, скажем так, немного более бюджетную матрицу. И что мы имеем из этого. Углы обзора у него хорошие. Однако есть у него один очень большой недостаток. Когда по диагонали его берешь, то цвета уходят в негатив. Более выражено это видно, когда картинка имеет темные цвета. И вот такое вот происходит. Для сравнения я вам продемонстрирую T200C. То ничего подобного в этой модели не происходит. И абсолютно нету. И не видно этого всего. Еще раз продемонстрирую, как это проявляется здесь. Могу выключить свет. Вот такой вот эффект. Именно поэтому из этих четырех моделей я его сразу же убираю. Потому что экран у него будет хуже. Я вам просто продемонстрировал, что уровень яркости, сочность картинки в принципе на нормальном уровне. Конкурентоспособный. Но однако из-за углов обзора он проигрывает. Дальше у нас остается три смартфона. Из больших 998, вот он 990+, вот он и THL T200. Тут очень сложно определиться, какая же модель все-таки лучше. Я сравнивал их с одинаковыми картинками. Предлагаю вам посмотреть тоже эти смартфоны с одинаковыми картинками. То есть у них несколько разная цветовая гамма. То есть у SOP 990, у него экран такой более теплый. У 998 что-то посрединке. И у T200 у него такой более холодный экран. То есть при обладании желтого цвета, такое что-то посрединке. И при обладании холодного, синего цвета. Но, когда я тестировал, я записывал на каждую из этих моделей отдельный обзор. Я в каждом говорил, как мне по ощущениям этот тот или иной экран. Что я могу сказать? Если брать SOP 990+, то у смартфона есть и был, когда я делал обзор, есть такой недостаток. У него экран, как бы экран очень хороший, очень яркий. Углы обзора хорошие. Но, когда мы его берем по диагонали, этот экран, он меняет свои цветовые оттенки. То есть с этой диагонали он становится немножко... Давайте продемонстрирую на этой картинке. Он становится более, более желтый. И вообще меняется, меняется цветопередача в зависимости от того, как я держу смартфон. В зависимости от того, где, под каким углом я на него смотрю. Я считаю, что я этот момент оговаривал и во время обзора своего. Ну, изменяется цвет из меня. Я не вижу, не могу быть на 100% уверенным, что вам видно на камеру этот весь процесс. Но цветопередача меняется. То есть это не есть хорошо. Как по мне, я, допустим, даже испытываю дискомфорт, когда... Когда смартфон у меня лежит, допустим, просто там где-то сбоку, я прохожу, и я уже не вижу ту четкость картинки. По диагонали, в принципе, он не уходит в негатив, но цветовую гамму он меняет. Поэтому среди этих трех моделей я считаю, что пока эта модель проигрывает. Не пока, а уже окончательно. Теперь у нас остается два смартфона 998 T200. Два смартфона, которые я не могу среди них выделить победителя. Так как углы обзора у них идеальные. Здесь подавно ничего не преломляется, здесь ничего не уходит в негатив. Это два таких смартфона с большими экранами, которые действительно имеют крутую, дорогую матрицу. Со всех сторон она идеальна. То есть, ну, мне очень нравится, как выглядят, как отображают картинку эти смартфоны. Оттенок разный. Тут уже кому что больше нравится, я не могу определиться. Ну, вроде бы как мне больше нравится экран у 998, потому что все-таки, ну, девушка тут какая-то немножко бледноватая. Здесь какой-то цвет ее кожи и вот этот момент, он такой более насыщенный, более яркий. Я люблю яркие экраны. Люблю не просто там холодный, слишком пересвеченный экран. Я люблю такие понасыщенней, поярче. Одна картинка мне нравится больше, вот сейчас мне нравится больше, как выглядит сверху. Снизу мне нравится меньше. Допустим, в этих условиях картинки мне нравится так, как отображает Zopa 998. В общем, тут тоже нравится, как выше отображает, потому что белый цвет, он на фоне вот этого цвета, он выглядит реально белым, а не желтоватым, как здесь. Однако, ну, я, наверное, для себя вот здесь картинка мне снизу нравится. Я для себя определился, мне нравится больше Zopa 998. И я обещал для вас сравнить эту модель с победителем в категории 5-дюймовых смартфонов MTK. Это T100S. Это модель перед вами. Я, в принципе, уже смотрел на них под разными картинками, под разными углами, на разных картинках. И пришел к выводу, что вот матрица T100S, которого я определил как победителя среди 5-дюймовых, она очень схожа с матрицей Zopa 998. Говорить о каких-то преломлениях в углах обзора здесь не приходится. Экран очень, действительно, тоже крутой. И никаких нареканий у меня не вызывает. Поэтому я вам просто продемонстрирую картинки. Вы можете посмотреть для себя и постараться определиться, какая картинка вам нравится больше. По углам обзора тут все супер. Просто смотрите, что вам нравится больше. Не знаю, я не могу определиться. Немножко разная тональность у этих экранов. Каждый экран отображает картинку немножко по-своему, немножко по-другому. Ну, например, здесь мне нравится сверху. У T200. Как по мне, T100S и 998 проигрывает. Здесь мне не нравится ни T200, мне не нравится ни 998. Здесь мне больше нравится, как отображает T100S. Здесь вот я уже говорил, что мне нравятся более-таки насыщенные цвета. Вот в данном случае картинка на 998 для меня лучшая здесь. Тут. Тут верхняя картинка, как по мне, немножко бледноватые люди. 998 как-то слишком насыщенно. А вот T100 в данном случае мне нравится больше. В общем, экраны аналогичны. Full HD, IPS, OGS. То есть, без воздушных прослоек. Здесь этого всего нет. Вот, по моему мнению, это три лучших модели. В принципе, в плане железа, в плане оптимизации прошивки, так и в плане камеры. В 5-дюймовых моделях лучший T100S. В 5,5-дюймовых или около того лучший 998. Ну и в 6-дюймовых моделях, лично для меня, лично мое мнение, лучший T200. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписываемся. Всего доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok